На телеканале Россия 1, Карачаево-Черкесия, Главные Вести. Мы работаем в прямом эфире. С вами Руслан Куркмазов. Здравствуйте. В Карачаево-Черкесии объявлен режим повышенной готовности. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов провел заседание Республиканской комиссии по чрезвычайным ситуациям. Тема – текущая ситуация, сложившаяся в результате комплекса неблагоприятных метеорологических условий на территории Карачаево-Черкесии, когда за сутки выпало полтора, а в Зеленчугском районе две нормы осадков. На данный момент во всех населенных пунктах начались первоочередные аварийно-восстановительные работы с привлечением сил, средств, техники, МЧС, дорожников. Рашид Тимрезов дал поручение главам районов осмотреть подтопленные дома, оказать помощь в откачке воды, особенно одиноким пожилым людям и многодетным семьям. Также глава обратил внимание Распотребнадзора на необходимость контроля за соблюдением чистоты питьевой воды. Вечером в Ауле Кумыш в результате выхода реки из русла перекрыта дорога, и по резервной трассе через аул Хумара было восстановлено движение автомобилей. Также поступила информация о том, что в результате схода грязевого потока с полей на третьем километре автодороги с Джигута-Кисловодск при выезде из населенного пункта у Джигута также было перекрыто движение всех видов транспорта до окончания расчистки дорожного полотна. На месте работали сотрудники МЧС и специальная техника. Произошло подтопление автомобильных дорог, частных домовладений, подворий. Также были затоплены сельхозугодия, поля. Силы и средства республиканской территориальной подсистемы реагировали, выезжали на обращения граждан, на откачку воды. Ситуацию мы, естественно, совместно с главным управлением МЧС России держим на контроле. Естественно, были немедленные реагирования. На сегодняшний день проводятся аварийно-восстановительные, аварийно-спасательные работы практически на всех пострадавших муниципальных образованиях. Мы осуществляем координацию. Работают дорожные службы, работают коммунальные службы, работают практически все аварийно-спасательные службы задействованы. На 41-м километре федеральной автодороги Черкес-Домбай в районе аула Кумыш со вчерашнего вечера и всю минувшую ночь шла ликвидация последствий схода сели. О последствиях природной стихии о ходе аварийно-восстановительных работ в репортаже Ахмата Халкечева. Обычно спокойная и мелководная речушка Кумыш вышла из своих берегов из-за затяжных обильных осадков, которые продолжались в течение последних дней. Ненастье, как это обычно и бывает, пришло неожиданно. Все началось 28 июня в районе 5-6 часов вечера. По словам очевидцев, проема под Масловым переходом не хватило для внезапно хлынувшего потока из грязи, камней и коряг. Я такого еще не видел. Было страшно. Что скрывать? Тут мостик маленький, там труба небольшая, забилась, наверное. Деревья, меревья. Короче, все, что там было, сюда снесло. Уровень поднялся и снесло, короче, все. И тут все затопило. Вода везде была. Там, тут, короче, все затопило. То, что ситуация развивалась быстро и непредсказуемо, подтверждает и владелец комплекса Кайтар Расул Байчоров. Мужчина рассказывает, что вода начала поступать после того, как дождь сам перестал идти. Благо, что персонал успели заблаговременно эвакуировать. Резюмирует он. Пешеходные бордюры, они выстроились и деревьями. Еще выше поднялась вода. Это было страшно. Сверху, как водопад шел. Камазы не могли, они даже не были уверены, что проедут. Любая сельдь, она сразу забивается. Это не первый раз. Вот за эти два дня три раза забились. И до этого было тоже. Специалисты, в свою очередь, с мнением насчет того, что пропускные способности Акпедука под мостовым переходом не рассчитаны должным образом, категорически не согласны. Пропускные способности здесь нормально. Он подходит под нормы, подходит под госты. Ну, в связи с дождями, с ливневыми дождями, скажем так, происходят вот такие моменты. Частичное движение было восстановлено глубоко за полночь в третьем часу. Регулирует транспортопоток полицейские экипажи, дежурищие на месте с момента, когда было принято решение закрыть проезд. Давно вы ждете? Ну, минуты пять, наверное. Пять минут где-то, наверное. Ага. А откуда вы? С Кисловодка едем. Знали, что тут такое происходит вообще? Ну, по инстаграму видели, но не знали, что так сильно. Восстановить автомобильное движение на участке в полном объеме удалось уже к полудню 29 июня. Ахмар Халкечев, Расул Бердеев, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевский район. На данную минуту транспортное движение открыто на всех участках федеральных, региональных и муниципальных дорог. МЧС предупреждает, сегодня и завтра местами в Карачаево-Черкесии ожидается сильный дождь с грозой, градом и шквалистым ветром. Сегодня главе Карачаево-Черкесии Рашуда Тимрезову представили нового начальника управления Федеральной службы войск Национальной гвардии по республике Карачаево-Черкесия Андрея Пархоменко, который был назначен на эту должность указом президента Российской Федерации. Вся его профессиональная деятельность связана с МВД, а затем с управлением Федеральной службы войск Национальной гвардии, где он служил на старших и командных должностях. До назначения был заместителем начальника управления Расгвардии по Ставропольскому краю. В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия, а также перспективы совместной работы в решении общей задачи – охрана общественного порядка и безопасности граждан на территории субъекта. И вести за перштаба. Сегодня в Карачао-Черкесии выявлен 21 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 20 872 человека. Из них 20 363 выздоровели. 326 человек госпитализированы. Сегодня в Карачао-Черкесии отметили Всероссийский день кораблестроителя – профессиональный праздник работников верфей, теплоходов, ледоколов, катеров, атомных субмарин. Капитан первого ранга Мурат Алботов в 30 лет прослужил в военно-морском флоте на атомной подводной лодке. Буквально на недельку он приехал погасить на свою малую родину из Санкт-Петербурга. Познакомиться с ним лично и пообщаться с достойным земляком жители хотели и планировали давно. И вот, наконец, эта встреча состоялась. Все подробности в репортаже Аллы Динаевой. Развели огонь для казана, ведь по обычаям предков, пришедших в дом, надо встречать радушно и с национальными угощениями. А сегодняшний гость особенный. Наш земляк, много лет достойно защищавший рубежи страны. Моряка-подводника Мурата Алботова в доме его двоюродного брата Айбаза Алботова ждали те, кто давно хотел пообщаться с ним лично. И командира встречали, как и положено. Десантная рота. 85-87 весна Сертового в Венгрии. В Сертового? Да, в учебке был в Сертового. В Сертового относительно венгрии? Да, да, да. Я поэтому это сказал. Да, это мои. Я понял. У Руслата Алботова называли адмиралом. Я не адмирал, а я капитан первого ранга. Капрас? Да, капрас. Капрас. Понятно. Так что давайте на это поставим точки всяким помыслам, домыслам. Перспектива была, к сожалению, болезнь завалила. И Мурата Шамиелевича перевели на береговую должность заместителем начальника штаба флотилии атомных ракетных подводных лодок. А изначально карьеру моряка он начал в 1960 году после окончания высшего военно-морского училища. А позже стал помощником командира подводной лодки, а затем и командиром. В родную республику Мурат Алботов приезжает из Санкт-Петербурга не так часто. Но когда удается прибыть сюда, есть традиции, которые он не нарушает и которым Мурата Алботова учил его отец. Когда еще в Курсанских пор, как только я в Баулу приезжаю, он учил так. Двум вещам, когда я приезжал. Первое. От моста каменомоста до дома идти пешком. Вот. И поздороваться со всеми старшими, которые сидят, женщинам, мужчинам, которые сидят дома в своих лавочках. Вот. Это первое. Это я выполнил. Я пришел сразу на кладбище, где похоронены ауручане. Обошел всех до единого. Сейчас в такое хорошее время приехали. Все цветло, все зеленое. А ваш аул прям очень красив, родной, да? Очень красиво. Ваше любимое место в ауле? Даутука. Почему? Почему? Потому что вот когда по этому шерю, даутука, поднимаешь наверх, там находятся бывшие земли Алботова, моего деда Чумура. Такие просторы. А тут так прекрасно виден Мегнетал, просто как на ладони. Но когда получается приехать в Карачаево-Черкесию, по родным местам он обычно ездит с двоюродным братом Айбазом. Понимаете, от него какое-то тепло идет у меня. Такое тепло, которое я люблю. Такое приятное тепло. Понимаешь? И мы тут на расстоянии общаемся с ним постоянно, так, как с тобой. Ну, почаще тебя, ты всегда будешь ждать. Да он где бы не был, у него девиз такой. Так, я работаю. Ну, план какой? Вот мне нравится легкость на подъем. Ему надо было служить с вами. Да, вот именно, ему надо служить. Вот. Значит, он в Калининградской области служил, так, в этом басовом отделе. Его уважали там. У меня есть такие сведения. Он бескорыстен, понимаешь? Он бескорыстен абсолютно. Он предан дружбе. Собравшиеся в этот день в доме Айбаза Алботова в теплой атмосфере беседовали с командиром и шутили на различные темы. И вечер пролетел очень быстро, но впечатления останутся надолго. Мы много слышали о нем. Сегодня посчастливилось с ним лично познакомиться. Очень приятно, очень рад, что у нас есть такие люди. Были такие моряки, которых можно было с уважением называть «морской волк». То есть это комбриги, это те, которые командиры вот этих боевых лодок. Вот, по моему мнению личному, он настоящий морской волк. Здоровья ему и долгих лет. Человек действительно незаурядный, приятен в беседе. Конечно же, может быть и простым человеком в беседе, в общении. Я, честно говоря, впервые о нем услышал относительно недавно, наверное, лет 5-6 назад, может, чуть больше, в Кабарина-Балкарии. Мы были на Прельбрусе, у нас там друзья, мы ездим почти каждый год, в Восхождении. И вот там первый раз я услышал про него там. Старший брат, если вот делить на проценты, да, вы знаете, вот все-таки процентов 60, он все-таки капитан, он все время вот так вот, понимаете. Конечно, брат хороший, он теплый, он очень добрый. Каждый приезд из Санкт-Петербурга на малую родину очень важен для Мурата Шамильевича. Это несравнимо ни с чем, вот когда ты приезжаешь туда, где родились, прожили свою жизнь, твои предки далекие, да, и когда сам ты тут родился и отсюда ушел в море океана, вот, каждое возвращение, это, конечно, очень волнительно. А завершилась теплая встреча в этот летний июньский вечер. Фотографии на память с командиром подводной лодки различных проектов Мурата Малботова, который 30 лет бороздил моря океана и верно служил Отечеству. Алла Динаева, Расул Бердиев, Вести, Крачево-Черкесия, Крачевский район. В Архызе продолжается летний сезон активного туристического отдыха, который включает в себя множество развлечений для всей семьи. Для гостей обустроен скалодром, доступны трекинговые маршруты, поездки к природным и историческим достопримечательностям, прогулки на лошадях. Одним словом, в Архызе отдых для всей семьи. Но недавно на курорте начались регламентные работы на канатной дороге «Млечный путь». Обусловлено это тем, что техника наработала лимит 22,5 тысячи моточасов и поэтому закрылась на обслуживание. Профилактика продлится минимум две недели. После завершения работ будет выдан сертификат экспертной организации о готовности к эксплуатации. Поэтому пока на южный склон курорта можно будет подняться на открытой кресельной канатной дороге «Спутник». Таким был Дем в Карачаево-Черкесии. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!